Американскому президенту удалось одним выступлением разозлить сразу две страны, Францию и Великобританию. Если Париж поспешил отреагировать на заявление Трампа, то Лондон до сих пор молчит. Что возмутило европейцев и почему Британия не осмеливается критиковать хозяина Белого дома, знает Светлана Чернецкая, наш Сапкор в Лондоне. Позорно, некомпетентно, неприлично. Париж не скупится на эпитеты, говоря о выступлении Дональда Трампа. Возмущение французов вызвало то, как американский лидер оправдывал законы США о ношении оружия. В качестве примера Трамп назвал Парижский теракт 2015 года. Если бы хоть у одного человека в этом зале, будь то работник или посетитель, было оружие, террорист или убежал бы, или его застрелили, это была бы совсем другая история. Не правда ли? Во Франции весьма жесткое оружейное законодательство, и слова Трампа здесь восприняли как вмешательство во внутренние дела страны. Заявление американского президента раскритиковал не только МИД, но и многие политики. Среди них бывший лидер страны Франсуао Ланд и экс-премьер Мануэль Вальс. Эти слова шокирующие и недостойные президента сильнейшей страны в мире, президента страны, которая является партнером и другом Франции. Мы же не комментируем массовые убийства, которые регулярно происходят в Соединенных Штатах. Я думаю, что Трампу стоит извиниться. Отдельно в своем выступлении Трамп вспомнил Лондон, дескать, в британской столице. Больницы превратились в военные зоны из-за нападений с ножом, тем самым подчеркивая, что разрешение на ношение огнестрельного оружия могло бы изменить криминогенную ситуацию в этой стране. Британские политики и даже врачи поспешили опровергнуть слова Трампа. Мол, огнестрельные ранения вдвое смертельнее, чем ножевые. И предположение американского президента смехотворно. Вот только правительство Британии до сих пор молчит. Там решили проигнорировать заявление Трампа. Не хотят ссориться накануне его визита в страну. Приезд американского президента и так уже несколько раз переносили. А в предвкушении разрыва с Европой Лондону очень важно сохранить хорошие отношения со штатами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.